Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Постоянно приходят в голову всякие нехорошие вещи про детей, про себя, будь у нас машина бьет или тонет. На фоне этого я начинаю сильно нервничать и пукать налево-направо. Ловлю себя на напряжение, жимаю пальцы, лицо, голову. То же самое, когда смотрю триллеры или ужасы. Это как будто уже вошло в привычку, хочу быть спокойным ко всему абсолютно, скажите, пожалуйста, чтобы на все такие вещи и подобные проблемы относиться проще, что нужно делать, харизму развить. Мне кажется, что харизма здесь ни при чем. Мне кажется, что дело не в харизме. Мне кажется, что дело больше здесь в том, что подобные мысли возникают из-за подавленной агрессии, из-за подавляемой злости вами. В этом все дело. То есть дело не в харизме. Я думаю и наверняка знаю, что вам приходят мысли такого типа, такого рода. Не просто так, не случайно. Я думаю, что это ведь насилие, то, что вы описываете там. Я думаю, что это ведь, скажем так, это ведь какое-то действие. То есть, что-то происходит, напряжение снимается. И когда что-то происходит и напряжение снимается, это говорит о том, что напряжение присутствует у вас в первую очередь. И присутствует, так скажем, потребность, это самое напряжение. Снять. Я договорю, да, помню, что в целом вы напряжены. И, вероятно, позволяете своим детям, например, нарушать ваши личные границы и допускаете подавление себя своих ответных каких-то реакций, которые вы считаете неприемлемыми, например. Вы их просто-напросто подавляете. Вот и все. Таким образом, можно говорить о наличии у вас подавленной агрессии. Подавленной злости. И действовать, как мне кажется, нужно именно в этом направлении. То есть, действовать нужно именно в направлении того, чтобы учиться замечать и выражать свои чувства. Вот, учиться замечать и выражать свои эмоции. Учиться замечать и выражать, например, то, что вам не нравится, то, что вас не устраивает и то, что вам не порешает. Даже, например, несмотря на то, что кто-то может обидеться на это. Вот, я думаю, я думаю, по крайней мере, именно так обстоят дела. Другой вопрос, что это, конечно, нелегко. Я думаю, что другой вопрос заключается в том, что это не так просто. И я думаю, что вы здесь сталкиваетесь, конечно же с определенным внутренним конфликтом. И я думаю, что этот конфликт, если что-то и может, например, сделать для вас психолог, то я думаю, что как раз таки помочь вам этот конфликт конфликт разрешить. в той или иной степени, конечно. Вот как-то так. Как-то так. Харизма здесь совершенно не при чем. Я думаю, я думаю, что вы не свободны. Я думаю, что вы не чувствуете себя свободными. и ваша не свободна выражается именно в том, что вы видите такие образы. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!